Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и, как и всегда, продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые оказывают влияние на динамику финансовых активов. Сразу предлагаю перейти к нефтянке и констатирую вместе с вами то, что рынок нефти переживает худший январь за последние 29 лет. Друзья, история вершится прямо на наших глазах. Мы свидетели катастрофических распродаж. Мы понимаем, что эти распродажи опираются на конкретный фундаментальный фон, который, в свою очередь, завязан на очень слабых перспективах мирового экономического роста и сокрушительном падении спроса со стороны основного потребителя углеводородов – это Китая. Вспомним давайте, что как только заварилась вся эта каша вокруг распространения китайской коронавирусной инфекции, мы вместе с аналитиками Goldman Sachs, я думаю, что они будут не в обиде, если мы, скажем так, попробовали спрогнозировать, каким образом это отразится на спросе на углеводороды. И вот буквально несколько дней назад снова использовали цифры того, что спрос на нефтянку может снизиться на 250 тысяч баррелей. На самом деле, друзья, мы даже близко не попали в реальный показатель, потому что сейчас уже со ссылкой на официальные китайские источники спрос на нефть в Китае просел на 20%. Чтобы было более ясно, 20% – это примерно минус 3 миллиона баррелей в сутки. Это крупнейшее падение спроса со времен финансово-экономического кризиса 2008 года. Отсюда и абсолютно понятные тенденции, и сам факт того, что нефтянка остается под объективным прессом. Мы добрались до 55 долларов за баррель, сделали эту цель, и я, честно говоря, друзья, прикрыл часть позиций, немножко оставил в расчете на то, что нефть просядет еще сильнее. Лоу вчерашнего дня был на отметке 53,94. Также, друзья, хочу сказать, что есть сейчас надежда для покупателей немного исправить ситуацию. Например, если страны ОПЕК, которые вовсю сейчас готовятся к экстренному заседанию, вставить встречу технического комитета, состоится сегодня-завтра. А на уровне министерства возможные меры борьбы с падением спроса этот вопрос будет обсуждаться в середине февраля. Так вот, есть информация о том, что страны ближневосточного картеля под руководством Саудовской Аравии будут настаивать на том, чтобы снизить совокупную добычу на 500 тысяч баррелей. Это мера оправдана, потому что сейчас нужен шоковый сценарий борьбы с таким падением спроса. Может быть, впоследствии эти квоты соблюдаться и не будут, но нужно дать все-таки участникам рынка свидетельство и доказательство того, что страны ОПЕК готовы бороться с расхождением спроса и предложения. 500 тысяч, как вы думаете, друзья, это нормально или нет? Можете, кстати, вашу точку зрения высказать в комментариях. Но хочу отметить, что у вчерашних распродаж в качестве причины было не только зафиксированное снижение спроса нефти, но и позиция России, потому что, судя по всему, Россия не поддержит такого рода дополнительное снижение квот на нефть добыча. И как только Саудовская Аравия высказала инициативу, что нужно снизить добычу на 500 или, может, даже больше тысяч баррелей, эту позицию Россия встретила довольно холодно. Поэтому, несмотря на то, что впереди встречи технического комитета, а потом и официальные на уровне министерства, я думаю, друзья, то, что пока что рано рассчитывает на то, что ОПЕК смогут вытащить котировки с тех донных уровней, на которых бренды WTI находятся сейчас. А значит, идея по распродажам всего рынка черного золота, она сохраняет свою актуальность. Дальше, доллар иена 108,80, держимся, мы ниже 109, спрос на иену преобладает, да и вчера, стоит отметить, что в поддержку роста этой валютной пары сыграла еще и американская статистика, АСМ в производственном секторе 59 с 47,6, Си 59, друзья, это выше уже 50, это значит то, что сектор восстанавливается. Такой же позитив был зафиксирован и в индексе разгона инфляции 53,3 с 51,7. И что касается другого, куда более важного фактора, повышенного спроса к покупкам этой валютной пары и на иену, это ее защитные свойства, которые опираются на фактор распространения коронавирусной инфекции, ее вспышки. Друзья, пиковая фаза еще даже не наступила, тем временем мы мониторим вместе со всеми количеством заразившихся, сейчас уже зафиксировано 20 613 случаев заболевания, 427 летальных исходов. Поэтому длинная позиция сохраняется, золото мы также держим в покупках, евро против доллара 1,1058, риск снижается, это понятно, что сейчас на евро давит восстановление индекса американской валюты из-за защитных свойств. Кроме того, вчера вышли индексы производственной активности Германии, что и требовалось доказать. Статистика продолжает указывать на серьезные экономические проблемы производственного сектора ведущего локомотива ЕС. 45,3 с 45,2. Небольшой перерост, но все равно ниже 50. Это значит то, что сектор находится в стагнации, граничащейся рецессии. По еврозоне в целом статистика такая же, 47,9, то есть ниже 50. Как ее использовать, я уже миллиард раз говорил, на фоне таких данных ЕЦБ будет дальше стимулировать монетарную политику. Держим короткие позиции. По фунту 1,3014 чудовищные распродажи в рамках дня. Две фигуры фунта потерял. С одной стороны, это давление, вызванное укреплением доллара. Во-вторых, это и ожидание смягчения монетарной политики банком Англии. Завтра выйдут данные по активности в сфере услуг. Я думаю, что отчет разочарует и повысит вероятность снижения ставки. Ну и, конечно же, друзья, Brexit, который вроде бы как миновал. Англия вышла из состава Европейского Союза, но начался очень затяжной, продолжительный переходный период, в течение которого Англия будет стараться согласовать приемлемые торговые условия с Европейским Союзом. Судя по всему, переговоры затянутся. И пока что еще рано говорить о каких-то прорывах и вероятности успешной сделки. Очень много воды утечет. Я думаю, что мы неплохо сможем прокатиться вниз по Британцу. И по другим активам австралиец. 0,6718 сегодня на решении процентной ставки немного подросли. Но очень странные заявления. Я вообще не увидел комментариев о том, что риски нисходящие, о том, что лесные пожары и коронавирусная инфекция окажет давление на австралийскую экономику, что-то неладное. Поэтому давайте дождемся завтрашнего выступления Филипп Лоу, руководителя Резервного банка Австралии. Он вернет, собственно, на землю австралиец, на землю. Это усилит давление на него. Поэтому ждем пару ниже уровня 0,66. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.